Еще одно ДТП с участием велокурьера, но уже на дороге, на улице Милицейской, 19-летний доставщик резко перестроился перед поворотом и его сбил водитель X-Ray. На этот раз пострадал сам велосипедист, правда, травмы оказались несерьезными. Из-за чего происходят такие аварии, попытался узнать мой коллега Павел Москвин. Сколько лет его? 19. 19. Велосипедист Александр работает курьером, говорит, уже заканчивал смену, до базы оставалось сотни метров, последний поворот и вот она, но попал в ДТП с попутным X-Ray. Водитель Lada X-Ray Сергей рассказал, ехал не быстро, после светофора, когда зеленый сменился на красный, еще не успел разогнаться. Вдруг неожиданно появился велосипедист и удар в правый бок, на машине появились царапины. Пара царапин на авто и на велосипеде. Серьезных травм курьер не получил. По словам Александра, обычно он едет ближе к обочине, но в этот раз перед поворотом сместился к центру дороги. ПДД написано, велосипедисты должны подавать рукой сигналы перед маневром, однако Александр считает, в особенностях нашего города это делать трудно. Сигналы рукой какие-нибудь подавали? Рукой, честно говоря, первой, из-за того, что гордый, допустим, резко тормозить надо. С нами сложно подать сигнал, потому что начинаешь тормозить, у тебя давление на одну руку перескакивает, ты можешь просто с великой упасть. А чтобы бы тебя проехать, будет такой себе. Второе ДТП с велокурьером за несколько часов. В обоих случаях виноваты молодые велосипедисты. Те, кто недавно устроился на работу курьером и имеет мало опыта езды даже по тротуарам. К слову, летний сезон еще не наступил. Скорее всего, ближе к маю таких аварий будет гораздо больше. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.